Заорал, истошно, неистово, громко и яростно. Боже мой, этот крик. Я не слышал ничего более ужасного. В этот момент мне показалось, что его лицо потемнело, превратилось просто в чёрное пятно. Его кожа при этом обвисла чуть ли не до плеч. Выронив из рук стакан, я бросился в свою комнату. Меня трясло. Прошло, наверное, минут 15 после произошедшего. Я не мог прийти в себя. Я уже хотел лечь спать, как вдруг в дверь постучали. Громко, с силой, словно кто-то по ту сторону двери хотел её выломать. Я сидел в ступоре, боясь пошевелиться. Стук в дверь продолжался около получаса. Затем всё ступо. Я отключился и очнулся лишь в час следующего дня. Не помня ничего. Может, это было и к лучшему. Спустя несколько дней воспоминания из моей головы постепенно снулись. И я свалил всё на то, что мне тогда померещилось. И я слишком измотался. Устал. Вот и причудилось. Я так думал, пока не узнал о смерти друга. Об ужасной смерти, в которую я отказывался верить. Он был повешен на кухне. Прямо перед окном. Голова была аккуратно выбрита на лысо, словно хорошим парикмахером. На воротнике его рубашки, в которой он собирался ехать по поводу работы, были капли крови, упавшие с перерезанного горла. Хри. Оригинальная и сложная. Кипец. Как только я узнал о его смерти, я понял, кто в этом виноват.